Можно её поймать. Ловись рыбка большая и маленькая, приговаривают посетители нового глэмпинга Янтарный ручей. Место отдыха построили в Чердоклинском районе. Шесть уютных сафари-тентов с подогревом полов, пруды с форелью, свежий воздух. В этом году владельцы Турбазы выиграли федеральный грант. Почти 4,5 миллиона рублей вложили в обустройство модного проекта. В момент строительства комплекса мы получили очень много мифов от населения относительно выращиваемой рыбы. То есть, что аквакультурный продукт – это продукт низкого качества. И дабы развеять эти мифы, возникла идея создать площадку. Приверядливая форель питается качественным кормом, утверждают владельцы предприятия. Мальки подрастают в специальном боксе с температурным режимом. Как рыбка подрастет, ее отправляют в искусственный пруд глубиной почти в 5 метров. Это система замкнутого водоснабжения, то есть ограниченная площадь, достаточно эффективное энергопотребление. И у нас есть ограничения по количеству корма, выдаваемого в сутки. Это вот 450 килограмм в день мы скормливаем. Поэтому в нашем случае нужны высокоэффективные корма. Порыбачила в новом глэмпинге заместитель директора агентства по туризму Галина Березина. Эмоции просто зашкаливают. Ну, интересно и для детей, и для девушек, и для мужчин. Ну, а что с рыбкой будете делать? Привезу домой, сегодня будет очень вкусный ужин. Как будете готовить? Запеку в духовке. С овощами? Да, с овощами, в собственной даче. Посетители глэмпинга ловят форель на блесну или креветку, а после наслаждаются роскошным блюдом. Его можно приготовить в местном ресторане или же увезти улов домой. Проект стал одним из 14 победителей регионального конкурса на предоставление субсидий. Условия конкурса известны. Кроме полученной меры поддержки, предприниматель обязан инвестировать в проект не менее 30%. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Уллправда ТВ.